Какой поднялся? Янночек. Выбирайте. Многодетным отцом Артём Афанасьев становиться не планировал. Когда первая дочь подросла, решили с супругой, что нужен мальчик. Как загадали, так и вышло. Только в подарок сыну родились ещё девочки-двойняшки. Прошло уже два месяца, а счастливый папа так и не опомнился от шока. Брал пока мальчика. Пока девчонок боюсь, они сейчас тогда маленькие очень будут. И как бы переживаю, ну, освоюсь. А мальчик вокруг меня есть? Мальчик вокруг меня есть, самый большой сын. Малыши родились с маленьким весом. Последняя девочка меньше килограмма. Почти два месяца их выхоживали специалисты перинатального центра. Сначала в детской реанимации, затем в отделении патологии новорождённых. Возле кювет с детьми круглосуточно дежурили специалисты. Трое не появляются на свет не так уж часто. В прошлом году было всего два случая. Выписка Афанасьевых стала праздником для всего персонала. Выписать таких детей, а вес у них уже 2-3 килограмма, это труд огромного нашего коллектива. Это огромное число людей участвовали в этом процессе. Вот рядом со мной стоит заведующая отделением патологии новорождённых, которая узнаёт этих детей так же, как мама. Она знает, где Яна, где Лера и где Андрюша. Потому что каждый день она сталкивалась с ними и всё-всё-всё про них знает. Руки медицинской сестры выполняют привычные движения. Таких бантов Светлана Горшкова завязала уже немало. Провожает детей домой каждый раз с радостью и грустью одновременно. Привыкаешь, прикипаешь к ним, как к своим. Очень тяжело распрощаться с ними. Но потом мамочки находят в соцсетях, присылают фотографии, пишут о дальнейшей судьбе, грозятся прийти в гости всей большой компании. Мама новорождённых с трудом сдерживает эмоции. Позади месяцы тревоги за малышей и бесконечная благодарность персоналу перинатального центра. Я понимаю, что всё хорошо. Самый страшный позади. Теперь будем следить за детками, воспитывать, колить, лелеять. Пока медики прощались с семьёй Афанасьевых, их коллеги принимали роды ещё одной тройни. А за здоровьем Яны, Леры и Андрея врачи больницы Середавина будут пристально наблюдать ещё в течение года. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов. События. Субтитры подогнал «Симон»